Виталийся в канал Фабриканов. Ставьте лайк, подписку, звеночек. Мене звати Анастасия Федор и с нами Евгений Чичваркин, российский бизнесмен, оппозиционер Евгений. Здравствуйте. Добрый, здравствуйте. Сейчас обычно опасно говорить добрый день или добрый вечер, потому что для кого-то совсем недобрым. Здравствуйте. Принято в Украине, когда желают всем доброй ночи, желают всем, кроме оккупантов. Это уже традиция такая, поэтому да, очень осторожно мы к этому относимся. Вместе с тем, все наблюдали недавно за тем, как Россия пыталась в Кривлевском дворце аниксировать украинские территории, как собирались с печальными лицами подчиненные Путина, но теперь они не знают, что делать. Присекретарь Путина Песков заявил, что по Херсонской и Топорожской областям вопрос о границах будет решаться при дальнейшем обсуждении, причем с населением. Мол, с людьми, которые живут в этих областях. Как вам такая информация? Это уже какая-то последняя степень маразма, ведь мне кажется, что уже они в середине не могут решить, что дальше, где границы, что делать. Я думаю, что через 48 или 72 часа Путин перейдет к прямому ядерному шантажу Украины и всего мира, и разговор, какая граница, где он не так будет важен, к сожалению. То есть тогда, когда он говорил, что я не блефую, это был еще не прямой шантаж? Это был не прямой шантаж, будет прямой шантаж, будут демонстрироваться учения, запуск теми ракетами, которые могут нести ядерный заряд с пустыми там болванками и так далее. Демонстрация, что и как они будут делать, я думаю, что дальше будет именно эта стадия. Вот, к сожалению. Вот, кстати, о ядерном, вот вы сказали, как раз была информация последних часов, что в связи с растущими опасениями эскалации войны в Украине США обдумывает, как реагировать на ряд потенциальных сценариев, включая опасения, что россияне могут применить тактические ядерные оружия. Хотя, как по мне, уже давно была информация о том, что уже знают, что делать, уже предупреждали, но все же информация появилась о том, что еще что-то рассматривают. Ну, они же тоже осторожничают, никто не хочет войти в историю как провокатор этой трагедии, если она произойдет. Поэтому я думаю, что они как-то ответят, но сложно предположить вообще в дальнейшем, даже несколько дней вперед, как будут развиваться события. Вот, если совсем честно. Потому что, ну, ситуация на фронте такая, что если они ничего не сделают, то через какое-то время Украина до еще прихода холодов, мне кажется, заберет настолько значимую часть своей территории под контроль себе, что с этим невозможно будет не считаться, простите, невозможно будет уже не считаться в Кремле. Вот, а именно потеря территорий для них критична. Им плевать на людей, им плевать на технику, им плевать на все, кроме земли. Вот, они мыслят очень старыми категориями, категориями, там, московских князей 15-го, 16-го и 14-го веков и так далее. Вот, поэтому... Шокировали вы меня, конечно, информацией такой вот по срокам. Понятно, что все это ожидали, от Путина можно ожидать чего угодно, но все же украинцы надеялись. Ведь даже США не говорят... Нет, надежда, она никуда не девается. Просто у меня задача, чтобы эта надежда никого из нас не обманула, да, чтобы мы все понимали, что мы имеем дело с абсолютно ебаном на всю голову человека. Вот, который живет в построенном им уже давно мире, не очень похожем на все больше и больше отличающемся от реального, который уверен, что его спасет 300-метровый бункер. И... Ну, как они мыслят? Ну, США же сошло с рук применения ядерной бомбы в Керасиме. Сошло, и нам сойдет. Ну, ведь они же получили предупреждение, что ответ будет, то есть они, понимая, что будет ответ, понимая, что будет серьезный ответ, они все же решатся, получается. Ну, они понимали, что будут такие санкции. Понимали они или нет? Вот я не знаю, понимали они или нет. Они понимали, что нефть останется 80 с чем-то, а не будет 200 или 300. Понимали? Нет, не понимали. А понимали они, что вот сейчас потовая цена на газ, она всего лишь там на 40 или 45 процентов выше, чем за день до войны. Тоже они думали, что все проглотят, как в 2014 году, и отдадут Украину на растерзание, как в прошлый раз слили. И руководство также будет делать Минск-2, Минск-3, 4, 5, 6, 7. Вот. А они будут потихонечку двигать линию фронта ровно до тех рубежей, где количество русскоязычного населения уже будет совсем маленькое. Там, наверное, они бы остановились. Ну, это мое видение. Оно может быть ошибочным. Я адвокат дьявола.